Нина – просветительница Грузии. Там, в Иверии, этот праздник называют Нинооба. Пластунку же, как известно, с давних времен населяли в основном грузины, поэтому и храм здесь освящен в честь этой святой. Чтят же равноапостольную все православные христиане, поэтому престольный праздник собрал верующих со всего города и самых разных национальностей. Мне так нравятся голоса этого храма и сам настоятель, протеерей Амиран. Святую Нину любят почему на Кавказе и вообще? Она же родственница святаго-великого мученика Георгия Победоносца. Ее жизнь сохранилась благодаря тому, что Господь ее оставил для того, чтобы просветить Грузию в этой настоящей апостольской, православной, как мы говорим, правильно славящей вере. К святой Нине в праздничный день верующие молились вместе с десятью батюшками. У сочинских священников традиция – престольные праздники отмечать сообща и вместе служить божественную литургию. Святая, равноапостольная Нина – это великая святая нашей православной церкви. Равноапостольная Нина просветила светом христовой веры весь народ и верии, то есть всю Грузию. Поэтому мы радуемся сегодняшнему дню. Душа каждого христианина в эти дни, в такие праздничные дни, тянется куда? К храму? К святыне, к святости. День ангела в этом храме отмечают все православные сочинки Нины. В отличие от дня рождения, именины у верующих принято отмечать в церкви. Из тех людей, которые сейчас стоят в храме, половина, наверное, стоит Нин, потому что они очень рады тому, что у них есть такая возможность раз в году прийти к нам на приход и исповедиться, причаститься и поучаствовать в этой радости. На фоне всех этих перипетий, которыми сегодня изобилует наш мир, слава Богу, что церковные дни и церковь в целом нас сближают, и мы успокаиваемся, умиротворяемся и думаем о добром, и только о Созидателем. Просвещала Нина и верю и обратила ее в христианство, будучи 16-летней девушкой. Символом же ее веры стал крест из виноградной лозы. Хранится он в кафедральном соборе Тбилиси. Умерла Нина на 67-м году жизни, после 35 лет апостольских подвигов. Галина Моисеева, Инга Габешия, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.